Добрый день, меня зовут Руслан Борисович Алиев, я врач уролог урологического отделения медико-санитарной части Казанского федерального университета. Сегодня я хотел поговорить бы с вами об актуальной теме мочекаменной болезни. На сегодняшний день мочекаменная болезнь является одним из самых распространенных заболеваний среди больных урологического профиля во всем мире. По данным научной литературы, около 9% всего населения Европы страдает мочекаменной болезнью, 13% Северной Америки, 5% Азии и до 20% населения Саудовской Аравии. В России ежегодно выявляется около 2000 случаев первичного камнеобразования на 1 миллион населения. Если изучать структуру урологических заболеваний нашего отделения, то в 2018 году общее количество пациентов больных мочекаменной болезнью составило 43,3% от всех наших больных. Это довольно-таки большое количество, то есть почти половина пациентов. Патогенез мочекаменной болезни очень сложный. Очень много факторов приводит к развитию как первичного камнеобразования, так и к рецидивам камней. Существует много исследований, посвященных изучению этого патогенеза и разработке методов профилактики. Однако, несмотря на все это, рецидивов мочекаменной болезни с каждым годом становится все больше. В 70% случаев причиной повторного камнеобразования является нарушение обмена веществ. И корректируя эти нарушения, мы иногда предотвращаем образование повторных камней, но, к сожалению, не всегда. Если говорить о методах лечения мочекаменной болезни, то сегодня они делятся на две большие группы. Первая группа – это консервативные методы лечения, которые дают эффект только при небольших камнях в определенной локализации. Из хирургических методов лечения мы сегодня поговорим о эндоскопических операциях, а именно о трансрутральной контактной уротеролитотрепсии, которая доступна в нашей клинике и выполняется уже с 2017 года. Эндоскопические операции на сегодняшний день в урологии произвели переворот, ведь они не требуют какой-то специальной подготовки и не выполняются никакие кожные разрезы. Они выполняются через естественные мочеводящие пути, благодаря чему пациенты очень быстро восстанавливаются после операции и возникают редко послеоперационные осложнения. Если смотреть данные наши московские, европейское общество урологов и общество урологов Соединенных Штатов Америки, то мы видим, что контактная уротеролитотрепсия эффективна в до 97% случаев лечения мочекаменной болезни. Трансрутральная контактная уротеролитотрепсия выполняется тулевым или големевым лазером. Оба эти лазера доступны в нашей клинике. Они позволяют фрагментировать камни практически любой плотности, довольно крупных размеров, с применением соответствующих технологий, которые есть в нашей клинике. Обычно средняя продолжительность операции занимает около 30 минут. И, как я озвучил, с 2017 года эти операции выполняются в нашей клинике, и на сегодняшний день их было выполнено уже более 300. Средняя продолжительность операции 30 минут, однако операция может быть по выводу длительности меньше или чуть больше. Это зависит от плотности камня и его размера. В среднем после операции пациенты находятся на социальном лечении 4-5 дней. После операции в течение суток устанавливаются катетеры, которые обычно удаляются успешно и восстанавливаются самостоятельно мочеспускание. Я хотел бы вам продемонстрировать несколько рентген-снимков наших пациентов. На данном снимке пациент 58 лет, поступивший к нам в апреле 2018 года, с довольно крупным камнем на границе верхней, средней, трети правого мочеточника. Камень является довольно плотным, сопоставим по плотности с костной тканью. При всем при этом нам удалось фрагментировать этот камень, удалить его без оставления каких-либо фрагментов. Очень быстро пациент восстановился и выписался от нас довольно-таки довольным и здоровым. На этом снимке показана пациентка 76 лет с большим количеством сопутствующих заболеваний. Она поступила к нам в феврале прошлого года. После операции, которая заняла 35 минут, удалось удалить вот этот камень слева, нижней трети мочеточника. Пациенткой на следующий день был удален катетер, и на четвертые сутки пациентка была выписана домой. Если у вас возникают какие-то вопросы по мочекаменной болезни, прошу, обращайтесь в нашу клинику. Мы с удовольствием вам поможем сохранить ваше здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok